Эфир канал Актис продолжает программу местное время. Ближайшие 30 минут мы проведем с вами вместе. Сейчас коротко о том, какие материалы подготовили наши корреспонденты. Ночь в лесу без воды и еды. Полицейские и волонтеры более суток искали шестилетнего мальчика. Жителям подтопленных домов в Баклашах предоставят новые участки. Все коммуникации к новому месту. Застройки подведет муниципалитет. Какова готовность школ к новому учебному году? В Ангарске подходит к финалу приемка школ. Теперь об этих и других темах подробнее. Ситуация с пожарами в Приангарии остается напряженной. Горит около 120 тысяч гектаров леса. Иркутская область по-прежнему находится на втором месте по площади пожаров после Якутия. В регионе действует более 30 крупных очагов. За последние сутки потушить удалось пять пожаров в Братском, Устилимском, Киренском и Жигаловском районах. Локализовано семь очагов. По данным Главного управления МЧС России по Иркутской области, в зоне задымления остаются около 300 населенных пунктов. На ситуацию с пожарами может повлиять предстоящая погода. На ближайшую неделю синоптики обещают в регионе обильные осадки. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от плюс 15 до плюс 21 градуса. Ночью – до плюс 16. В разных районах Приангария пройдут дожди временами сильные грозы. Однако это может усугубить ситуацию с паводками. В частности, в селе Баклаши, где участки топят грунтовые воды. Накануне там побывал губернатор. Игорь Кобзев поручил найти новые земельные участки для жителей подтопленных домов. Решить проблему откачкой воды и ила не получается. Напомню, 19 июля там ввели режим ЧАЭС из-за подтопления приусадебных участков грунтовыми водами. Все эти земельные участки располагаются рядом с болотом и озером. Из-за обильных в этом году осадков уровень воды здесь стабильно высокий. Частные подворья постоянно топят. Решить проблему пытаются несколькими способами откачивать воду, отсыпать дамбу. Но ситуация по-прежнему остается плачевной. Как отметил Игорь Кобзев, все эти меры временные. И поручил найти новые земельные участки для жителей подтопленных домов в селе Баклаши. Мы какие-то первоочередные мероприятия помогли по откачке воды. Но вообще стратегически нужно думать, изыскивать новый земельный участок. Ну и делать его, оформлять его, делать кадастрирование. Переставлять жителям, подводить коммуникации и переселять. Другого варианта нет, потому что этот период будет каждый раз повторяться. Большие затраты легче сделать. Но это для этого должны сами жители тоже определиться. Многие из них приобретали эти дома на сертификаты, кто-то на материнский капитал. У каждого своя такая индивидуальная личная будет трагедия. Но в целом жители должны понимать, что другого варианта нет. Они находятся в зоне риска. В зоне риска, где есть угроза жизни и здоровья. В селе Баклаши подтоплено около 80 домов. Почти все территории земли сельхозназначения. Мы теперь как муниципалитет должны будем предоставить земельные участки. Сначала определиться в количестве таких земельных участков, а потом предоставить их где-то в другой местности, где у нас нет подтопления. Ну и разумеется, от нас должны будут подведены коммуникации. Это тепло, вода, канализация, отопление, электричество. Это мы все готовы обсуждать. До 1 октября планируется определить зоны подтопления, поставить их на кадастр, тем самым исключив дальнейшее строительство на этих территориях. Еще одна неприятность, с которой столкнулись жители Баклашей, это капитальный ремонт дороги. Сроки строительства срывает подрядчик. Губернатор обязал устранить проблему в течение двух недель. В минувшие выходные жителей при Ангаре взбудоражила новость о пропаже шестилетнего мальчика. Его искали больше суток. 15 августа Егор Кожемякин ушел в неизвестном направлении и не вернулся домой в поселке Малая Иланка. С заявлением в полицию обратилась его бабушка. К поиску подключились более 200 человек, в том числе сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Нашли пропавшего в понедельник около полудня, почти без одежды и без обуви. Егор обнаружила поисковая группа. Он провел ночь в лесу без еды и воды. Ребенка согрели и напоили горячим чаем. А по возвращении в поселок передали медикам. Спасибо огромное за предыдущие полиции, за оказанную помощь. Еще один счастливый случай спасения произошел в Саянске. Правда, было это в октябре прошлого года. Двое подростков защитили женщину от нападения вооруженного мужчины. 16-летний Андрей Боровик и Александр Алексеев стали случайными свидетелями того, как на автобусной остановке пьяный мужчина, громко ругаясь, размахивал ножом. Молодые люди бросились на помощь и попытались задержать нападавшего, но мужчина сбежал. Убегая, он обронил сумку. В ней обнаружили предметы, внешне похожие на боевые гранаты. О произошедшем молодые люди сообщили в полицию. Через несколько часов сотрудники МВД задержали нападавшего. При обыске в квартире оперативники изъяли туристические мачете, самодельные взрывные устройства, а также патроны для охотничьего оружия. Суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 130 тысяч рублей. А молодых героев сотрудники МВД наградили почетными грамотами. И еще о происшествиях. Ангарский городской суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, которого обвинили в мошенничестве. Мужчина, ссылаясь на знакомство и личные связи, находил граждан, которые хотят устроиться на высокооплачиваемую работу или поступить в ВУЗ. За место в штате НХК или содействие при зачислении в Ангарский государственный технический университет злоумышленник брал около 100 тысяч рублей. За содействие он просил у клиентов предоплату. После получения средств аферист переставал выходить на связь с жертвами. Следователи подтвердили причастность мошенника к пяти эпизодам обмана соискателей. Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком длительностью в три года. К другим темам. Школьников в России в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса могут снова отправить на удаленное обучение. Такое развитие событий не исключают в Министерстве образования. Тем не менее, пока школы планируют открыть 1 сентября для учеников всех классов. Однако, если ситуация с заболеваемостью ухудшится, у региональных властей будут полномочия перевести часть учеников или даже их всех на удаленку. В таком случае правительство обязано проследить за тем, чтобы у детей было необходимое для участия в онлайн-уроках оборудование. Наименее вероятно, что на дистант переведут младшее школьное звено. А тем временем в Приангаре заканчивается приемная кампания образовательных учреждений. В Ангарском округе к новому учебному году косметический ремонт сделан практически во всех школах. В этом году удалось восстановить и две спортивные площадки. Закончить проверки должны уже ко вторнику. А на то, чтобы устранить все замечания, времени остается совсем немного. Мария Константинова продолжит тему. Десятая школа – одно из самых сильных инновационных учреждений округа. Неоднократно она входила в топ-100 лучших по стране. Здесь еще чувствуется легкий запах краски. Косметический ремонт к новому учебному году постарались сделать практически во всех кабинетах и рекреациях. А вот спортивные залы, а в школе их два, этим летом отремонтированы капитально. Помимо этого, как отметила директор «Десятки», строители по своей инициативе устранили трещины, которые образовались после серии землетрясений. Глава округа Сергей Петров, который вместе с проверяющими побывал на объекте, подчеркнул, что в этом сезоне приемная комиссия работает с предельной строгостью. Управление образования очень ответственно подходит, директора, педагоги к этому событию. Тем более, что на сегодня мы все рассчитываем, что обучение будет происходить в очном режиме. Поэтому здесь сбоев никаких быть не должно в приемке. В «Десятки» большое внимание уделяет не только образовательному процессу, но и вопросам здравоохранения. Здесь оборудованы два медицинских кабинета. Один для работы медперсонала, где проводят осмотры детей, и еще один – прививочный. У нас проводилась здесь вакцинация педагогов из других школ. Это было 6 августа. Вторую компоненту мы теперь будем ставить 30 августа на базе нашей же школы. И у нас, в общем, участвовало в выездной этой вакцинации порядка 110-115 педагогов из нескольких образовательных учреждений. То есть достаточно такая серьезная акция. Приезжала бригада медиков. Больше половины сотрудников образовательных учреждений округа уже поставили прививки против коронавирусной инфекции. Вакцинация сейчас вовсю продолжается. Что касается других школ, то в 7-й и 29-й помимо косметического провели капитальный ремонт спортплощадок на улице. На эти цели из областного и муниципального бюджетов выделены более 12 миллионов рублей. И, как отметили в Управлении образования, практически все учреждения получили положительную оценку у приемной комиссии. Критические замечания устранены в сроки. Мария Константинова, Олег Левченко, Владимир Селиванов. Местное время. И в продолжении темы. С 1 сентября этого года российских учеников ждет нововведение. В школах разрешено семейное и самостоятельное образование. Министерство просвещения утвердило новый порядок, согласно которому те, кто выбрал семейное или самообразование, могут проходить аттестации в аккредитованных школах экстерном. В этом случае ребенок будет зачислен в школу на текущий учебный год или только на период сдачи соответствующей аттестации. В документе обозначено, что ученик может в любой момент вернуться в школу, выбрать другой формат обучения или сочетать разные, если это необходимо. Раньше говорилось лишь о том, что дети, которые получают образование дома, вправе пройти промежуточную и итоговую аттестацию в школе. Продолжаем выпуск. За последние два года заработная плата строителей выросла на 20%. Такие показатели приводит Росстат. При этом наибольший прирост предлагаемой оплаты труда отмечается у проектировщиков и архитекторов. Доход таких специалистов колеблется в районе 70 тысяч рублей. Тем временем в Ангарском округе представители мэрии поздравили строителей с прошедшим профессиональным праздником. Работникам отрасли вручили юбилейные медали 70-летия Ангарска. Цемент – важнейший материал для строительной отрасли. Производят его в том числе и у нас. Асангарский – цементно-горный комбинат, почти ровесник города. За плечами у предприятия многолетняя история. Практически все, что было построено в Ангарске за 70 лет, создавалось при его непосредственном участии. Все, что создавалось в городе, все, что создавалось вокруг города, все, что создавалось по сути в Иркутской области, его потенциал экономический базируется на фундаменте, произведенном с вашей помощью. Можно сказать, и в переносном, и в прямом смысле. Шестеро сотрудников Ангарска цемента получили юбилейные грамоты, трое памятные медали за заслуги перед городом. Еще несколько человек отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами за добросовестный труд. Почти все эти люди отработали на предприятии более 30 лет. Я вообще люблю свой завод. Вроде, ну, со стороны смотришь, ну, что это, ну, сыпучая серая масса, да. А на самом-то деле это же все очень даже интересно. Вот у нас 8 цементных мельниц, 2 сепаратора, каждый выпускает свою продукцию. Помимо этого, грамоты медали удостоены около 30 сотрудников стройкомплекса. Среди них плотники, бетонщики, столеры, слесари, штукатуры, маляры и представители других рабочих профессий. Каждый объект по-своему как-то интересен. Если так покопаться в памяти, конечно, можно много что вспоминать за 28 лет. Больше всего, наверное, когда по городу едешь, поднимаешь голову и вот видишь. Или новое здание, или отремонтированное здание, которому ты приложил руку. Умение создавать жизнь и людскую быт на пустом месте – главная сложность и главная привилегия профессии строителя. Чтобы овладеть ею, требуется особый талант. Представители мэрии поблагодарили строителей за профессионализм и преданность делу. Ирина Шавлюк, Александр Бычков, Дмитрий Новопашин. Местное время. Творческий форум-фестиваль пройдет в Байкальске с 17 по 24 августа. В рамках форума «Байкал.возврата» разработана игровая программа для погружения в вопросы, связанные с развитием креативного и делового туризма. Члены форума обсудят будущее Байкала, предложат личные проекты по развитию города Байкальска. Также пройдут мастер-классы, которые проведут представители профессиональных творческих союзов Иркутской области. Каждый участник сможет показать свои таланты и воплотить их в жизнь с помощью искусства. На фестиваль соберутся представители креативных сообществ Иркутска, Улан-Удэ, Красноярска и Санкт-Петербурга. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на сайте фестиваля. И в заключении выпуска о спорте в Ангарском округе отметили День физкультурника. Большой спортивный праздник состоялся на стадионе Ангара. Его участниками стали многотетные семьи. Шутливые конкурсы из серии «Метание подушки» или «Забег в ластах от души» повеселили горожан. Подробности далее. Ангарск – город богатых спортивных традиций. По тому День физкультурника в округе привыкли отмечать шумное и с огоньком. Правда, в этом году встретить праздник при большом скоплении людей не удалось. В первую очередь в связи с эпидемиологической обстановкой. Провести выходной на стадионе предложили многодетным семьям. Десять семей заявилось и по 3-4 человека команды были сформированы. Мамочки вместе со своими детьми выполняют различные упражнения. Администрация Ангарского городского округа и спонсоры подготовили для них призы. Испытания совсем не похожи на олимпийские. В программе «Метание подушки», «Забег в ластах», «Интерактивный тетрис» и многое другое. Состязания исключительно командные. Чтобы одержать победу, спортивной семье необходимо действовать сообща. По словам представителей мэрии, мероприятие носит не только развлекательный, но и практический характер. На носу начало учебного года и прямо сейчас многие родители озабочены покупкой школьной формы и канцелярии. Потому при подготовке призов и подарков для участников праздника спонсоры особый упор делали на ученические принадлежности. Александр Вычков, Дмитрий Новопашин, «Местное время». На сегодня это все новости, с которыми мы успели вас познакомить. Впереди прогноз погоды. С новостями вы также можете познакомиться на нашем сайте actistv.ru и в инстаграме actistv.ru. Смотрите, оставляйте комментарии. А если вы стали свидетелем интересного события, то отправляйте видео нам в директ. До встречи.